ну вот купил послушайте зашипела перестала шипеть вот опять зашипела вот опять перестала вот опять зашипела ну что это за говно такое ну в общем думал может вернуть может там на гарантию сдать а думал думал что-то все очень муторно сложно попробую сам починить заодно вам покажу вуз ой сколько тут всего две печатные платы не одна печатная плата так что его держит так эти платы разъединяются вот 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 Так, по-видимому, это не надо разбирать. Вот эти две защелки, одну я уже отломал, учитесь. Так, что тут у нас? Так, это АЦП, отношение сигнал-шум 111 дБ. Это операционники сдвоенные. Какой у них шум, я не нашел. Питаются вроде бы от 5 вольт, не знаю, как здесь. Это кодек, то есть там есть АЦП и ЦАП. Скорее всего, ИЦАП используется для аудиовыходов. А это просто регистр, который увеличивает количество цифровых выходов у микроконтроллеров. Здесь у нас два цифровых сдвоенных потенциометра. По-видимому, по 10 кОм. Это, скорее всего, питание, я даже смотреть не буду. Отодрать удалось только с ацетоном. Это флешка на 4 мегабайта. Это ДСПшка. Это, я точно не знаю, что это, скорее всего, память. И это генератор КЛОКа. Генератор КЛОКа от кварца тактируется. И там стоит ПЛЛ-ка. И я не проверял, но, скорее всего, это генератор КЛОКа для АЦП. Так, значит, мне нужно разобраться, где шумит. Либо это шумит сам микрофон, либо это шумят операционники, либо это АЦП дефективный. Проблема в том, что работать оно будет только вот так. И доступа здесь к этой аналоговой всей штуке нет. В общем, надо думать, что делать. Интересный, кстати, коннектор. Такого не видел еще никогда. То есть сам коннектор подвешен. Он немножко гнется. Прикольно. Похоже, что это дефективный микрофон все-таки. Это очень обидно, потому что я не могу это починить. Я подключаю конденсатор параллельно одному из микрофонов. И шум прекращается немедленно. Так, я поменял каналы. Теперь этот капсюль находится вот здесь. Давайте попробуем снова. Значит, если я эту карачу... Шум пропадает. Давай, шуми. Вот, шум пропадает. По-прежнему в этом канале. То есть капсюль другой, а шум здесь же остался. Значит, это не капсюль. Значит, это электроника не в порядке. Будем искать дальше. А схема тут такая. Вот эта штука подсоединяется к микрофону. Это резистор, который подтягивает микрофон к плюсу. Дальше разделительный конденсатор. Это устанавливает рабочую точку операционного усилителя. Операционный усилитель. Здесь пин отрицательной обратной связи. Значит, тут подключен делитель. Тут еще вот уходит... Эти два контакта уходят на цифровой потенциометр. То есть цифровой потенциометр, видимо, реально управляет коэффициентом усиления всей реконструкции. Вот тут делитель из нескольких резисторов. И делитель подключен к конденсатору на землю. Главный подозреваемый, ввиду того, как это все ведет, а ведет себя это все как? Когда нет микрофона, шума нет. Когда есть микрофон, появляется шум. Когда вход закорочен, шума нет. То есть, скорее всего, шумит вот этот резистор. Я пробовал подключать вместо микрофона резистор, тоже есть шум. Вот он такой вот появляется, то исчезает. Скорее всего, в этом резисторе что-то где-то глючит, и ток через него текущий. Необычайно шумный. Хочу попробовать его заменить. Величина этого резистора 2,2 кОм. И размер, по-моему, это 0,4-0,2. У меня нет таких маленьких резисторов. Я буду сюда пытаться вкорячивать 0,6-0,3. Слава богу, здесь есть куда-то зачистить. Припаял. Сейчас проверять будем. Итак, оно не шумит. Это победа. Остался только тихий шум, естественный. Собрал, проверил, все работает. Ура! Остался только тихий шум.